2 Паралипоминон, глава 31. 2 Паралипоминон, глава 31. 3 Паралипоминон, глава 31. 3 Паралипоминон, глава 31. 3 Паралипоминон, глава 31. 4 Паралипоминон, глава 31. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 15. 15. 15. 15. 18. 18. 19. 18. Ишуа, Ишимая, Иамария, Ишихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому. Сверх списка их, всем мужеского пола от трех лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их по должностям их и по делам их, и внесенным в список священникам по поколениям их и левитам от двадцати лет и выше по должностям их, по делам их, и внесенным в списки со всеми малолетними их, и женами их, и сыновьями их, и зачарями их, всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу. И для сыново-ароновых священников в селениях вокруг городов их, при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Езекия по всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное перед лицем Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служении Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. 2. Паралипоменон. Глава 32. После таких дел и верности пришелся на Херим царь Ассирийский и вступил в Иудеи, осадил укрепленные города и думал отторгнуть их себе. Когда Езекий увидел, что пришелся на Херим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил к снязьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города. 3. И те помогли ему. И собралось множество народа и засыпали все источники и поток, протекающий по стране, говоря, да не найдут царя Ассирийские, придя сюда, много воды, и да не укрепятся. 4. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил мило в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, 5. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского, и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. 6. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. 7. И подкрепился народ словами Иезекии, царя Иудейского. 8. После всего послал Синахирим, царя Ассирийского, рабов своих в Иерусалим. 9. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним. 10. Иезекию, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме сказать. 10. Так говорит Синахирим, царь Ассирийский. На что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? 11. Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, 12. Господь, Бог наш, спасет нас от руки царя Ассирийского? 12. Не этот ли Иезекий разрушил высоты его и жертвенники его и сказал Иудею Иерусалиму, 13. Перед жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение? 13. Разве вы не знаете, что сделал я и отцы Мои со всеми народами земель? 14. Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки Моей? 15. Кто из всех богов народов, истребленных отцами Моими, мог спасти народ свой от руки Моей? 16. Как же, возможно, ваш Бог спасти вас от руки Моей? 17. И ныне пусть не обольщает вас Иезекия и не отклоняет вас таким образом. 18. Не верьте ему. Если не в силах был ни один Бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки Моей, от руки Отцов Моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки Моей. 18. И еще многое говорили рабы Его против Господа Бога и против Иезекия и раба Его. 19. И письма писал Он, в которых поносил Господа Бога Израилева, и говорил против Него такие слова «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки Моей, так Бог Иезекия не спасет народа своего от руки Моей». 20. И кричали громким голосом в неудейском языке к народу иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его, и взять город. 21. И говорили о Боге Иерусалима, как о богах народов земли и изделия рук человеческих. 22. И помолился царь Иезекия Исаия, сын Амосов, пророк, его запили к небу. 23. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главного начальствующего и начальствующих в войске царя Ассирийского. 24. И возвратился он со стыдом в землю свою. 25. И когда пришел в дом Бога своего, и шедшие из шресла его, поразили его там мечом. 26. Так спас Господь Иезекия и жители Иерусалима от руки Синахерима царя Ассирийского и от руки всех, и оберегал их отовсюду. 27. Тогда многие приносили дары Господу Иерусалим и дорогие вещи Иезекии царю Иудейскому. 28. И он возвеличился после всего в глазах всех народов. 29. В те дни заболел Иезекия смертельный, и помолился Господу. 30. И он услышал его и дал ему знамение. 31. Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. 32. Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в одни Иезекии. 33. И было у Иезекии богатства и славы весьма много, и хранилища он сделал у себя для серебра и золота и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовой для произведения земли, для хлеба, вина и масла, и стоила для всякого рода скота и дворы для стад. 34. И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему бог весьма большое имущество. 35. Он же Иезекия запер верхний поток вод Геона и провел их вниз, к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Иезекия во всяком деле своем. 36. Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. 37. Прочие деяния Иезекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. 38. И почил Иезекия с отцами своими, похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все жители Иудеи Иерусалима, жители. 39. И воцарился Монассия, сын его, вместо него. 39. Вторая Паралипоминон, глава 33. 40. Двадцати лет был монастырь, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодные в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от леса сынов Израилевых. 40. И снова построил высоты, которые разрушил Иезекий отец его, и поставил жертвенники ваалом, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. 41. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о которых сказал Господь, «В Иерусалиме будет имя мое вечно», и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. 42. Он же проводил сыновейство и через огонь в долине сына Яномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. 43. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его, и поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону сына его. 44. В доме всем Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек. 45. И не дам впредь выступать ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал вам, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою моею. 46. Но Монассия довел иудеи и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. 47. И говорил Господь к Монассии и к народу его, но они не слушали. 48. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Монассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. 49. И в тесноте своей он стал умолять лица Господа, Бога своего, и глубоко смирился перед Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал в Монассии, что Господь есть Бог. 50. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня в Иерусалиме, и выбросил их за город. 51. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. 52. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу Своему. 53. Прочие дела Монассии, молитва его к Богу Своему и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господнем, Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. 54. И молитва его, и то, что он преклонился к нему, и все грехи его, и беззакония его, и места, на которых он построил высоты, и поставил изображения Астарта и Стуканом, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. 55. И почил Монассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. 56. И восстарился Амон, сын его, вместо него. 52. Двадцати двух лет был Амон, когда восстарился, и два года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодные в очах Господних, так, как делал Монассия отец его. 57. И всем истуканам, которых сделал Монассия отец его, приносил Амон жертвы и служил им. 58. И не смирился перед лицем Господним, как смирился Монассия отец его. 58. И, напротив, Амон умножил свои грехи, и составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. 59. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. 59. Вторая паралипоминон, глава 34. 60. Восемь лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. 61. И делал он угодные в очах Господних, и ходил путями Давида отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 62. Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида отца своего. 63. И в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот, и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров. 64. И разрушили перед лицем его жертвенники ваалов, и статуи, возвышавшиеся над ними. 65. И посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. 66. И кости жрицов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. 67. И в городах монастей Ефрема и Симеона, даже до колена нефалимого, и в опустошенных окрестностях их. 67. Он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры развил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской, и возвратился в Иерусалим. 68. Восемнадцатый год царствования своего, по ощущению земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Абцалии, и Моосею, градоначальника Иоха, сына Иохазова, дееписателя, возобновить дом Господа Бога своего. 69. И пришли они к Хелке, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук монастей и Ефрема, и всех прочих израильтян, и от всего Иуды, и Вениамин, и от жителей Иерусалима. 69. И отдали в руки производителям работ, приставленным к Дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в Доме Господнем, при исправлении и возобновлении дома. 70. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и дерев для связи и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. 70. Люди сие действовали честно при работах, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадии. 71. Левиты из сыновей Мирарианных из Ахарии, и Мишуллам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. 72. Они же были с приставщиками, надносильщиками, и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. 73. Из левитов же были и писцы, и надзиратели, и привратники. 74. Когда вынимали они серебро, принесенное в Дом Господний, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. 75. И начал Хелкия и сказал Шафану-писцу, книгу закона нашел я в Доме Господнем. 75. И подал Хелкия ту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие, все, что поручено рабам твоим, они делают. 76. И высыпали серебро, найденное в Доме Господнем, и передали его в руки приставникам, и в руки производителям работ. 76. И также донес Шафан-писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия, священник. 77. И читал ее Шафан перед царем. 78. И когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. 79. И дал царь повеление Хелкия и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану-пису, и Асае, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня, и за оставшихся у Израиля, и за Иуду о словах всей найденной книги. 80. Потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слов Господни, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». 81. И пошел Хелкия и те, которые от царя Калдане, пророчицы, жене Шалума, сына Тавгихафа, сына Хасры, хранителя одежды. 82. А жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. 83. И она сказала им, «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которые считали перед лицом царя Иудейского, 84. За то, что они оставили меня и кодили богам других, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. 85. А царю иудейскому, пославшему вас, попросить Господа так скажите. 86. Так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слова Его о месте семьи и о жителях Его, и ты смирился предо мной и разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. 87. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидь глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его. 88. И принесли царю ответ. И послал царь и собрал всех старейшин иудея Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. 89. И он просчитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет перед лицем Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его, от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. 90. И велел царь подтвердить это всем, находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой, и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога Отцов Своих. 91. И изверг Иосиф все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых. И повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу Богу Своему. И во все дни жизни Его они не отступали от Господа Бога Отцов Своих. 92. И совершил Иосиф Иерусалиме Пасху Господу. И закололи пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в Доме Господнем. 93. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу, поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон сын Давида, царь Израилев. Нет нам нужды носить его на ременах. 94. Служите теперь Господу Богу нашему и народу Его Израилю. Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом царем Израилевым, и как предписано Соломоном сыном его. 95. И стойте в освятилище по распределению поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов. И заколите пасхального агнца, и осветитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со Словом Господнем через Моисея. 96. И дал Иосиф в дар сынам народа, всем находившимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной с числом тридцать тысяч и три тысячи валов. Это из имущества царя. 96. И князья его по усердию давали в дар народа священникам и левитам, Хелке и Захаре, и Ихиил, начальствующие в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот овец, агнцев и козлов, и три стволов. 97. И Ханане, и Шимае, и Нафанаил, братья его, и Хашафи, и Аеел, и Азавад, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец пять тысяч и пятьсот валов. 98. Так устроено было служение. И стали священники на место свое, и левиты по чередам своим по повелению царскому. 99. И закололи пасхального агнца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу, и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой, тоже сделали и с валами. 99. И испекли пасхальное агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу. 99. Апостоли приготовили для себя и для священников, ибо священники сыны Ааронова заняты были приношением всесожжения и туков до ночи, потому-то и готовили левиты для себя и для священников сынов Аароновых. 99. И певцы сыновья Асафова оставались на местах своих по установлению Давида, и Асафа, и Эмана, и Эдифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. 100. Не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. 100. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести все сожжения на жертвенники Господнем по повелению царя Иосии. 100. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, Пасху в то время и праздник опрестников в течение семи дней. 100. И не была совершаема такая Пасха у Израиля одния Самуила пророка. 100. И всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какой совершил Иосия. 100. И священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. 101. Восемнадцатый год царствования Иосии совершана сия Пасха. 101. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, и как сжег огнем царь Иосия еще вовещатели, волховы, капища, идоловы, дубравы, бывшие в Иерусалиме и иудеи, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия священник в Доме Господнем, 101. Не было подобного ему прежде него, кто обратился бы Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всею крепостью своею, по всему закону Моисееву. 102. Не восстал и после него подобно ему. 103. Однако же не отвратился Господь от великой ярости гнева своего, ярости, которой разгневался Господь на Иудею за все оскорбления, которыми прогневал монасты. 104. И сказал Господь, и Иуду отвергну от лица моего, как отверг дом Израилев, и отвергну город Иерусалим, который избрал, и храм, о котором сказал, будет там мимо мое. 105. Пошел Нехао царь Египетский на войну к Архемису при Ефрате, и Иосия вышел навстречу ему, и послал к нему Нехао послов сказать, 10. Что мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. 10. Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божий, и выступил на сражение на равнину Магеддо. 11. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал слугам царь своим, увезите меня, потому что я тяжело ранен. 12. И свели его слуги, его с колесницы, и посадили в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. 13. И умер он, и похоронили в гробницах своих похоронен. 14. И вся иудея Иерусалима плакали Иосию. А плакал Иосия Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передавали их в употребление у Израиля. 15. И вот они вписаны в книгу плачевных песней. 16. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписаниями в законе Господнем, и деяния его первые и последние, описанные в книге царей израильских и иудейских. 16. И взял народ с земли Иохаза сына Иосиина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 17. Двадцати трех лет был Иохаз, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме, имя матери его Амитал, дочери Иеремии и Изловны. 18. И сделал он лукавое пред Господом по всему, что сделали отцы его, и оковал его фараон Нехава в Девлафе в земле Имавской, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. 19. И не зажил его царь Египетский в Иерусалиме, и привел его царь в Египет, и наложил на землю пени сто талантов серебра и талант золота. 20. И воцарил царь Египетский над Иерусалимом Елиакима, брата его, и переименовал его из Иоакима, имя его, а Иохаза, брата его, взял Нехава и отвел его в Египет, и он умер там. 21. И серебро и золото давал фараону. Тогда земля начала давать серебро по слову фараона, и каждый по власти требовал серебра и золота от народа земли для дани фараона Нехава. 22. Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме имя матери его Зехора, дочь Нормена Израма. 23. И делал он неугодные в очах Господа Бога своего по всему, что делали отцы его. 24. В одни его пришел на выходоносор царь Вавилонский на землю, и он служил ему три года и отпустил, отступил от него. 25. И послал Господь на них халдеев и разбойников сирских, и разбойников мавивских, и сынов Омоновых и самарийских. 26. И отступили по слову всему, по слову Господа устами рабов его, пророков. 27. Впрочем, гнев Господа был на Иуде, чтобы отвергнуть его от лица его. 28. За все грехи монассии, которые он сделал, и за кровь неповинную, которую пролил Иоаким, и наполнил Иерусалим неповинную кровью. 29. Но не восхотел Господь искоренить их. 30. Против него вышел на выходоносор царь Вавилонский, оковал его оковами, чтобы отвезти его в Вавилон. 31. И часть сосудов дома Господня перенес на выходоносор Вавилон и положил их в капище в своем Вавилоне. 31. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал, и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских иудейских. 32. И почил Иоаким с отцами своими, и погребен был в ванне, на зане с отцами своими. 33. И воцарился Иохония, сын его, вместо него. 34. Восемнадцати лет было Иохония, когда воцарился, и три месяца и десять дней царствовал в Иерусалиме. 35. И делал он неугодные в очах Господних. 36. По прошествии года послал царь на выходоносор и велел взять его в Вавилон вместо драгоценными сосудами дома Господня. 37. И воцарил над Иудеей и Иерусалимом Сидекию, брата его. 38. Двадцати одного года был Сидекий, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. 39. И делал он неугодные в очах Господа Бога своего. 40. Он не смирился перед Иеремию, пророком, пророчествовавшим от уст Господних. 41. И отложился от царя на выходоносора, взявшего клятву с него именем Бога. 42. И сделал упругую шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. 43. Да и все начальствующие над священниками и народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, 44. Исквернили дом Господа, который он испятил в Иерусалиме. 45. И посылал к ним Господь Бога отцов и их посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. 46. Но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его. 47. Да коли не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. 48. И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни Сидеки, ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Сидовласова. 49. Все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, и все принес он в Вавилон. 50. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. 51. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского. 52. Да коли во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. 53. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. 53. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского. 54. И он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно, и сказать, «Так, говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. 55. Кто есть из вас, из всего народа его? Да будет Господь, Бог его, с ним, и пусть он туда идет». 55. Молитва монастея царя Иудейского, когда он содержался в плену в Вавилоне, переведена с греческого, в еврейском тексте ее нет. 56. Господи Вседержителю, Божи отцов наших, Авраама, Исаака и Иакова, и семени его праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их. 57. Связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший ее страшным и славным именем Твоим, которого все боятся и трепещут от лица силы Твоей, потому что никто не может устоять перед великолепием славы Твоей, и не стерпив гнев прещения Твоего на грешников. 58. Но безмерно неисследима милость обетования Твоего, ибо Ты, Господь, Вышний, Благий, долготерпеливый и многомилостивый, и кающийся о злобах человеческих. 59. Ты, Господи, по множеству Твоей благости обещал покаяние и отпущение согрешившим Тебе, и множеством щедрот Твоих определил покаяние грешникам во спасение. 60. Итак, Ты, Господи, Боже, праведных, не положил покаяние праведным Авраму, Исааку и Иакову, не согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил паче числа песка морского. 61. Многочисленные беззакония мои, Господи! Многочисленные беззакония мои! 62. Я не достоин взирать и смотреть на высоту небесную от множества неправд моих. 63. Я согбен многими железными узами, так что не могу поднять головы моей, и нет мне вдохновения, потому что прогневал Тебя и сделал пред Тобою злое, не исполнил воли Твоей, не сохранил повелений Твоих, поставил мерзости и умножил соблазны, и ныне преклоняю колени сердца моего, умоляя Тебя о благости. 63. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю, но прошу, умоляясь Тебе, отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня в преисподнюю, ибо Ты Бог, Бог кающихся. 64. И на мне яви всю благость Твою, спасши меня недостойного, по великой милости Твоей, и буду прославлять Тебя во все дни жизни моей, потому что Тебя славят все силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok